Люся с тигренком на поминаде Люся! Здравствуй, Люся! Самая красивая обезьянка! Привет, Люся, давай я тебя потискаю! Потискаю, потискаю! А чё ты чуешь? Да, крюндель маленький! Скажи, я такая красивая, я такая гламурная! Это да, классной гламур, Люся, да! А сзади на попе корода! Ой, красота какая! Боже, старушенция такая! Да, Люсяка? Обидеть красавицу легко! Скажи, человек, мы когда, скажи, поедем к львам помакомиться? Вот такой у неё сейчас скандальный период! Может у тебя зубы режутся? Или просто психоз? А? Всех ненавижу, скажи! Всех ненавижу! Насколько гамадрил, Олег Алексеевич, устойчивый характер у них? Экспрессивный, самоточный, припадочный характер! У всех гамадрилов им завестись нужно ровно одна секунда! Поменять настроение из хорошего в плохое! Недаром, когда они собираются в большие стаи в саванне, то самцы, если им что-то угрожает, самцы выходят на внешнюю сторону круга, а самки с детьми внутри собираются! Здравствуйте! И они способны отразить даже атаку льва или леопарда, хищника! И всегда самки начинают любой скандал между собой и с кем-то задираться! Такой характер у этих обезьян! Они очень склочные! И ты яркий представитель рода павианов, гамадрилов! Ни спокойный характер! Не такой абсолютно самоточный! Подрастет! Будет кусаться! Я хотела вас видеть! Люди спрашивают, им кажется, что такую обезьянку можно держать дома! Она будет вам благодарна за все, что вы для нее сделали! Она будет вас кусать! Она будет рвать занавески! Одно слово это катастрофа в доме! Самая настоящая катастрофа в доме! Хотите испортить себе жизнь? Заведите себе обезьяну, да еще гамадрилов! Ей все будет не так! Она все будет переворачивать! Поэтому надо тебе жениха! Семью создавать! И чтоб жених тебя воспитывал! Чуть что не так! За хвост сразу и об стенку! Как павианы воспитывают своих жен, детей! Чуть что не так! За хвост, дорогие друзья, и об стенку! Это на самом деле вот так вот? Да, я сам это много раз видел! Когда они начинают, донимают уже самцов! Он за хвост, как шматанет эту обезьяну! Стенка, стенка! Дорога, дорога! Что попадется! И тогда они такие покорные ходят сразу! Как ничего не бывало! Поэтому ее мамка, наверное, так и взяла! Об стенку, за хвост и об стенку! А вот до какого времени она, допустим, вот как-то может жить? Ну еще можно несколько месяцев с ней потечешкаться! Пока она еще управляемая! Пока у нее зубы еще молочные! И пока не сильно кусается! Вот еще можно с ней! Самое главное, что она окрепла! На лицо у нее значительный, тщедушный ребенок Освенцима или Бухенвальда! Она превращается в вполне жизнеспособное животное! Вполне жизнеспособное животное! Такое бебезьяна! Но все равно бебезьяна! Все равно бебезьяна! И самое неприятное, дорогие друзья, что ни один прайд гамадрилов ее не примет! Они ее тут же убьют! Потому что они чувствуют, что она выращена не в стадии, а выращена в руках человека! Да и она не знает многих обычаев, поведения, законов, которые должны быть в павианном стадии! Поэтому здесь только одна надежда найти такого же одинокого молодого самца и создать ей пару! И тогда, может быть, все у нее! У нас же есть несколько самцов, которых тоже воспитывали от козьячки! Люди воспитывали и кому-то из этих самцов ее будут и подселять! Обязательно! Будьте здоровы! Привет! Пока-пока! Езжай, развлекай свою публику! Вот тоже, господи! Вот тоже! Сиди, сиди, сиди! Все, едем, едем! Не злись! Не злись! Нет, твой тигр, она! Вот тигра твоя, да! Езжай, мы собирались поехать к белым тиграм! Все, все сказала, что она думает о директоре! Не добрая ты, а он тебя ко львам возил, и ты там ела клубнику лесную! Так что, друзья, из первых уст Олег Алексеевич, что называется, ответил на ваши все вопросы по поводу того, какой будет Люся при всей ее сейчас мишности. Это будет все равно який представитель гамма-дрил! Лёша, вон белый тигр! Вон! Смотри! Вон белый тигр! Вон! Да! Такой, как у тебя! На! 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 Твоего тигра! Нет! На руки нет, дорогая! Едем дальше! Поэтому, друзья, через все это мы уже проходили, о том, что тоже енота Шурика, понятно, вы привыкаете, я вообще привыкаю, и енота Шурика было тяжело с ним оставаться в ближайшее время. Я вижу, что вы ее просите, я подъеду к еноту Шурику, вот, надеюсь, что я ему и его девчонкам не нанесу. Так, ну тут мы какую-то, так сказать, душевную травму, потому что он уже абсолютно акклиматизировался, он абсолютно уже вошел в семью. Ну, точно так же и Люся. Для меня было странно, что такая реакция пошла на мое видео, что придется с Люсей оставаться. Естественно, что это не сейчас, и не ближайший месяц, два, три, да. Как только я почувствую, что она готова уже где-то к самостоятельной жизни, мы будем ходить, как и с енотом Шуриком, сначала на короткое время в вольерчик привыкать самой. Может быть, даже зиму, пусть она не в квартире будет жить, но в вольерчике побольше, может быть, даже одна. Будем, что называется, посмотреть, будем подбирать, будем подсаживать. Это не первый гамадриленыш, и я была недавно в сказке, но я поеду в сказку и сниму вам сюжет о гамадриленыше Нафане, который точно так же, просто его не сильно снимали, да, и вы меньше знаете. Точно так же он жил с работниками зоопарка маленький, точно так же он ел с ложки, ему тоже одевали одежду, потому что ты его не можешь все время прижимать к себе, да, его сегодня похолодало, и, конечно, я ее потеплее одела. Но потом наступает момент переломный, когда мы им не нужны уже. Не потому что мне хлопотно, не хлопотно, не более чем будет с другим животным, каким-то отказничком, который, естественно, опять появится в моей жизни, в нашей жизни, с ладом. Потому что, ну, иначе никак, а просто потому, что им лучше в определенный момент она забудет очень быстро и ложку, и труселя, и все остальное. Так же, она будет гамадрилом. Да, Люсик? Конечно, ну, бывают всякие исключения вдруг. Я знаю, что у директора зоопарка, то ли биосфера, не помню точно у какого, живет гамадрил, девочка, но это выбор директора, опять-таки, зоопарка, у которого... Она не дома, есть отдельный вольер, как бы, то есть она с ними, но есть отдельный вольер, но в то же время это зоопарк. Я не знаю, по каким причинам. Может, у них просто нет еще гамадрила такого, с кем могли бы ее свести, раз она выросла ручной, домашней, да, девочкой. Может, просто пока что не могут подобрать паю, и поэтому она одна. Мы не знаем причин, мы видим только то, что мы видим, как бы, в видео живет замечательно, но вот на этом, пожалуй, и все. Есть еще один гамадрил у циркового артиста, мальчик. Был, по крайней мере, не знаю, как сейчас, но это обезьяны не для домашнего содержания. К сожалению, я очень люблю Лючку, всем сердцем, и Влад, и Ангелина, и Каролина, но мы должны понимать, что ей все равно будет лучше, без труселей, без ложки. Зато с семьей она станет мамой, главное, чтобы она была здоровенькая. Ей подберут самца, и она очень быстро, да, она будет помнить меня, как бы, всю жизнь, но... Да, и я буду тебя помнить, любить, и ходить, и смотреть, да, но мы, скажи, еще не расстаемся. Это может... Нет, нет, дорогая, это может быть, скажи, еще и полгода, да, длиться. По большому счету, до года. До года, так как эта девочка, а не мальчик, вполне возможно, да, что Люська будет жить с нами. Ой, какая перекличка. Люся, твои любимые львы, перекличка. Так что, друзья, не нужно. У нас еще с вами долгая, и с Люсей долгая история, да. Скажи, не нужно расстраиваться и думать, что будет заранее. Все будет хорошо. Все будет так, как нужно Люсе. Да. Она очень похожа, я понимаю, для вас и для меня вообще, как человек, но она не человек. Да. Что? Что? Ну, что? Вот уже, видите, уже у нас, скажи, такие зюбы-зюбы-зюбы, но они еще будут меняться. Да? Так что, все будет хорошо.